Более 6000 человек не могут сдать экзамены и получить водительские права из-за того, что автошкол, в которых они обучались, истек срок действия лицензии. В таком положении находится порядка 47 учебных заведений. По словам многих администраторов, пандемия застала их врасплох, а отсутствие разрешительных документов связано с прекращением работы. Директор Александр Плэчинто говорит, что был готов отказаться от бизнеса, которым руководил почти 30 лет. Поскольку авторизация учреждения истекла в период, когда оно не работало, ему пришлось вернуть деньги ученикам. Из-за пандемии, конечно, оборвалась деятельность, и это, конечно, сказалось. Это, конечно, сказалось. То есть я был вынужден некоторым курсантам отказать в учебном процессе, потому что я им сказал, что я не смогу их провести до конца. Директор автошколы собирается подать заявку на аккредитацию, однако, по его словам, он оказался в затруднительном положении. Документы на аккредитацию подаются два раза в год, два раза в год, собрать все документы, подать. Заявка стоит денег на рассмотрение пакета этих документов. И сама аккредитация в назначенный день, это может быть через 2-3-4 месяца, она тоже стоит круглой суммы. Между тем, директор Национального агентства по обеспечению качества в образовании и исследованиях Андрей Кичук говорит, что ответственность лежит исключительно на администраторах, так как они должны были отслеживать срок действия документов. Еще в конце 2019 года Минобразование вместе с агентством Госуслуг уведомили автошколы с истекающими лицензионными сертификатами о том, что необходимо подать заявку для внешней оценки ведомством, чтобы учащиеся не оказались в нынешнем положении. По данным АГУ, на начало 2020 года была аккредитована 181 автошкола, из которых к сентябрю действующими документами располагали только 134.